Дорогие друзья, всем понятно, о чем мы будем говорить, и, надеюсь, понятна мотивация наша. У Исаии пророка написано «Утешайте, утешайте, народ мой». Нам нужно будет произнести за отведенный час хотя бы 2-3 правильных мысли. Одна мысль правильная способна переворачивать целую жизнь человека и народа. Но мы постараемся хотя бы одну-две-три мысли произнести. Итак, на повестке дня стоит вопрос о том, как объяснить себе происходящие события и как их вписать в концепцию Божьего присутствия, как это связать вообще с милосердным Богом и со всем-всем-всем происходящим. В общем-то, как эти все фантики наши, про братские отношения и про любовь к моркови, как бы, по сути, увязать с жестокой реальностью. Это хороший вопрос, требующий пророческого духа, потому что дело пророков – это не предсказывать будущее, а дело пророков – разрушать идолов. А идолы – это не статуи, астарты, стоящие, допустим, где-нибудь на мытной площади. А идолы – это ложные мысли, засевшие в сознание. Значит, я первое-наперво скажу вам, что в эти святые дни сокрушились ложные представления о Боге нашем, о том, который хранит в лосы наши, да в лас главы нашей не погибнет, который взвесил дыхание наше, которым говорится в Писании, что он бережет нас, как зеницу ока, и это все аминь, правда, и ничего из этого не изменилось, ни на йоту. Но изменилось наше, я бы сказал, такое блудно-корыстное отношение к Богу Живому, которого мы еще не научились любить, но уже перестали бояться. Как говорил Антоний Великий, говорит, что сначала я боялся Бога, теперь люблю Его. Большинство людей не любит Бога и не боится Его. А между тем Господь не меняется, это Его свойство. Он говорит у пророка Малахии, кажется, или у Михея, говорит, я не человек, я не меняюсь. И страх перед Богом, он святой, пребывающий век века, то есть Бога нужно бояться. Если ты не хочешь Бога бояться, потому что в тебе чистое сердце, или ты напряг свой ум на постижение святых слов библейских, или ты вообще как бы, ну, ты не трудишься над собой, то ты испугаешься Бога во время грома, грозы, землетрясения, голода, войны, чего-то такого, чего-то не ожидаешь, и тебе придется Бога бояться, потому что начало премудрости, страх Господень. И наша цивилизация, она вполне блудлива, ласкосердствующая такая, самолюбивая такая, любящая комфорт. Это новый Бог наш. Вообще, на самом деле, у многих верующих, среди множества Богов, которые у нее есть, кроме единого настоящего, есть Бог комфорта, Бог самолюбия, она расслабила сердце наше, наша цивилизация. И мы размякли в ней, как бы, и как-то подумали, нам так сказали, кстати. Это, между прочим, грех многих проповедников, которые, ну, не учи людей бояться Господа. Как бы, дули им в оба уха про всепрощение, про милосердие, как бы, а грешнику только этого и надо. Если его всепрощают и милосердствуют над ним, а он, как бы, кишмя кишит беззакониями и останавливаться не думает, то это вообще какая-то духовная катастрофа. Значит, первая вещь, которую нам нужно уяснить для себя, что это только начало болезней. Евангелие, Малый Апокалипсис, 24 глава Матфея, говорит нам о том, чтобы мы вообще распрямились, чтобы мы не скукожились от страха, и не забились в норы от уныния, чтобы мы расправили плечи, распрямились, потому что приближается избавление наше. Так написано. И скажет, услышите брани и слышание брани. То есть война и слухи о войне. И землетрясения, и глады, и моры по местам. И вся сия начала болезням. И как бы, как мы, знаете, как Лев Толстой читал Евангелие. У нас, кстати, очень много толстовцев оказалось. Непротивленцев, толстовцев, этих пушистиков, таких ложных ангелов. Мы даже не знаем, что так много ангелов среди нас живет. Таких этих ай-яй-яй, там, Господи помилуй, что ж такое, там, я теперь что на Мальдиву не полечу, как бы, значит, куда мой инстаграм делся, как бы, я за мир и против... Таких этих, толстовства такого, в пошлом виде, в пошлом изводе. То есть он, Толстой, например, читал же, и говорил, читать Евангелие очень просто. Надо просто взять карандаш, с одного конца синий, с другой конца красный. Синим подчеркивают то, что мне нравится, а красным то, что мне не нравится. Это будет правильное толкование Евангелия. Это, конечно, дерзкая наглость, это сама графа Ересиарха. Но так читают Евангелие не только Толстой. Люди избирательно читают Евангелие, если читают вообще. И проповедуют люди избирательно на евангельские темы, если вообще проповедуют. А вообще не проповедующие священника, там, или епископ, или там кто-то... Это пес не лающий, как бы, он не нужен в хозяйстве. То есть я поставил тебя стражем Дому Господня. То есть ты должен видеть врага далеко, далеко видеть врага. На врага вообще нечего обижаться. Как на землетрясение не зачем обижаться. Надо обижаться на сейсмолога, который либо проспал и не прослушал колебания почвы под ногами, либо все прослушал, но никому не сказал. Вот он по-настоящему виноват. Не зачем обижаться, значит, на какие-то катастрофы, которые сметают с леса земли, перестраивают карту мира. Это слишком большая вещь, чтобы один человек на это влиял. Но сейсмолог, извиняюсь, или аналитик, или страж Дому Господня, который должен смотреть далеко и кричать, понимаешь, благим матом там, вставайте все, там враг идет. Как бы молчанием... Не из-за грехов духовенства погибают миллионы людей. С нашими грехами Господь сам разберется. Мои грехи, грехи там какого-то архимандрита, какого-то протопопа. Это наше дело с Господом Иисусом. Он сам нас спросит за наши слабые. Но молчание наше ведет к гибели миллионов людей. А что ты молчал вчера, что ты молчал позавчера, что ты молчал там год назад? Ты что, не видел, что происходит вообще? Что, не понимаешь, как бы, вот этот генезис болезней, к чему это все закончится? Да кровью пахло в воздухе уже, в воздухе пахло грозой очень давно. Почему молчали все? Где вы были? Если вы ничего не знали, вы просто слепые, вожди слепых. А если вы все знали и молчали, вы просто предатели, изменники. Ситуация очень серьезная. У нас стоит очень много разных вопросов перед нами. Поэтому Бог, каким был, таким и остался. А мы не знали Его. Нам было выгодно по-толстовски говорить только о любви Божией. А про страх Божий мы вообще не говорили. А о страхе говорится? Говорится. В Евангелии черным по белому написано, что нужно бояться Бога. Потому что, говорится, не бойтесь убивающих тела, сказано, от души убить немогущих. Но скажу вам, кого бояться. Убойтесь того, кто может по убиении и душу, и тело втащить в дебри огненную. Ей, глаголю вам того, убойтесь. Страх Божий – это фундамент жизни человеческой. Это начало, совершение и даже конец духовной жизни. А потом уже высшие степени, не знаю, кому недоступны. Ну, пока не нам с вами. Поэтому мы сегодня находимся в стадии сокрушения идолов. Мы верили в цивилизацию. Она блудливая девка. Была и остается. И кто знал это вчера, тот молодец. А кто не знал этого вчера, тот дурень, извините меня. Потому что она же его и обманула. Нету священного права частной собственности, мы это видим. У Запада нету никаких ценностей. Все, что он декларировал как ценности, он вытер, подтерся этими ценностями своими. Потому что он готов сегодня на любые геноциды, на любые расизмы и апартеиды, он готов воровать, отбирать, обманывать, врать с утра до вечера. Это просто вавилонская блудница. Повторяю, кто не знал этого вчера, тут просто слепец. Потому что нужно было знать вчера и позавчера это. И говорить об этом нужно было. А то мы позволили людям всей требухой своей, всеми кишками влюбиться в эту блудницу. А когда блудница им сделала ручка и забрав все, что у них было, и они стали плакать, как маленькие дети. Мы теперь делаем вид, что мы этого не понимали. Мы понимали это. Кто-кто, а многие понимали. Так что сокрушаются наши представления об этой хваленой и блудливой девке, этой цивилизации. Она ничего не может. Но не она спасла нас от пандемии. Пандемия сама исчезла, когда начались более серьезные проблемы. Правда? То есть не цивилизация нас спасла, а не доктор Пилюлькин, не Айболит прилетел в глубом вертолете, значит, что спасли нас от пандемии. Она просто сама сдулась и схлопнулась, потому что начались более серьезные проблемы, на фоне которых пандемия – это баловство какое-то. А как мы этим баловством увлекались два года подряд? Как о нем проповедовали, как кричали о нем, как много мы всякого говорили? Иисусе сладчайше, сколько слов нашлось у всех про пандемию говорить? Сейчас что-то не находится ни у кого слов. Замолчали языки, повтягивали. Что такое? В чем дело? Это большая серьезная проблема. Это перетряхивание всего миропорядка. Уже никогда не будет поправить. Фарш невозможно провернуть назад. Все. Однако молчат в это время. Это вообще серьезнейшая проверка. Что будут завтра рассказать? Про Святую Русь, когда все закончится? Опять про Святую Русь будут нам петь? Сказать, где ты был вчера? Слушай, извини меня, я тебя не слышал ни третьего дня, ни позавчера. В чем дело? Это была самая серьезная проверка на моей памяти. Нашей цивилизации, нашего здоровья душевного. Поэтому это суд на самом деле, это кризис. А кризис – это суд. Он судит. Ничего нового не создается. Просто вылазит наружу все старое, которое было как дуля в кармане, спрятано. Кто был гнилой, тот гнилым и остался. Он просто показал, что он гнилой. Кто был вашим и нашим, тот перепугался, не знает, на кой стул ему сесть. Кто любил всей требухой своей, этот блудливый Запад, куда он отвез все непосильным трудом заработанное, он туда и побежал, если пустили его еще туда. Все просто вскрылось. Война не творит новых сущностей. Война вскрывает все, что есть на глубине, все, что тайно творится. Она просто снимает маски. Все, грим потек, уже видно настоящее лицо клоуна. И это благословенные дни. Это благословеннейшие дни, потому что в этой суете, в этой сюсю, мы сюсю, там я вас люблю, вы меня тоже, мы друг друга уважаем, мы уважаемые люди. Мы жили в этом кошмаре блудливом, везде. В информации был блуд и ложь. В воспитании школьном половина блуда и лжи, вторая половина худо-бедно, но ложка дегтя бочку меда портит. Поэтому у нас много было страшных запущенных вещей, которые вдруг все вскрылись внезапно, как будто мы не знали. И теперь нужно ими заниматься. А церковные люди должны встроить эти события в библейскую парадигму. Для того, чтобы мы, значит, с вами легче нам было жить на свете, уже человеку легко жить на свете, когда он все понимает. И невыносимо жить на свете, когда он ничего не понимает. И мы вот на этой древней книжке как бы должны вообще строить свою жизнь, и надо читать ее ежедневно, и закладочку иметь, и выписывать из нее понятное, непонятное, любимое и сложное. И я предлагаю вам, во-первых, вспомнить про египетский плен, про египетские казни, про бегство евреев из Египта. Вообще такую фразу, такую сакраментальную. Это слово, которое повторялось несколько раз в Писании к евреям при Моисее, уходящим из Египта. Потом к евреям, Исаия уже говорил, пророчествовал, евреям, находившимся в Вавилонском плену. Говорит, уходите оттуда, народ мой, я забираю вас обратно. И потом в Откровении Анна Богослова, я прочту эту цитату сегодня, где говорится, выйди от этой блудницы, народ мой, чтобы язвы ее не упали на вас. Выйди. То есть нам нужно выйти из той лживой системы, построенной на разврате, бесконтрольной прибыли, любым способом, на вере в деньги, во их всесилие. Вместо Бога у нас были недавно еще деньги. Вместо инструмента они стали Господом. Это страшный грех. И много других лазных ложных мыслей поселилось в нашей голове, и нам нужно выйти из ложной системы ценностей. Причем конфликт между русской цивилизацией и западной цивилизацией таков же по степени накала, как конфликт еврейского народа с египетской цивилизацией на момент выхода. Десять казней, которые Господь обрушил на египтян, особенно последняя казнь, гибель младенцев, первенцев, были настолько болезненны и страшны, что ни о каком возврате обратно в Египет речи не шло. То есть евреи, уходя из Египта, должны были уходить из него навсегда. Евреи бы никогда, они сами должны были не хотеть туда вернуться, понимая, что нас там никто не ждет. Ну и, конечно, сам Египет должен был всеми силами души сопротивляться всякой попытке даже мысли вернуться обратно. То есть мы радикально уходим из Египта навсегда. Нету сейчас, там кто-то повоюет, там какого-то сержантика подстрелят, какая-то бомбочка упадет, как бы мы потом вернемся, этот блудняк, и опять начнется, значит, Макдональдс и Мальборо Пепсикола, как бы, значит, и майбахи-шмайбахи, и мы вернемся к своим, как бы, баранам. Не вернемся. Мы однозначно к ним уже не вернемся. Хочешь ты этого или не хочешь. Господь сделал так, что русская цивилизация рвет свои связи с Египтом и уходит из него таким образом, что ни нас туда больше не примут, ни мы туда возвратиться хотеть не должны. Разрыв максимальный. Но теперь вопрос второй, как бы, значит, еще. Египет можно покинуть, надо, чтобы Египет покинул тебя, как бы. Девушка выехала из деревни, но деревня, как вы знаете, не сразу выехала из девушки. То же самое было с евреями. Они уже манну ели. Они уже питались небесной пищей. Как написано в Псалмах, хлеб ангельский дал им есть. Псалом 105. И уже в это время они сказали Моисею, что ты нас повел в пустыню умирать? Что, в Египте гробов не было, что ли? Что нас повел подыхать в пустыню? К тому же здесь манна эта, она опротивила нам, она надоела нам. Уже не хотим мы есть ее. И начали перечислять то, что они хотели. Мы хотим есть лук, они сказали. Видимо, там был какой-то один лук, потому что называется отдельно еще репчатый лук. Хотим, то есть просто лук еще, какой-то репчатый лук. Мы хотим есть чеснок, но мы хотим дыни. Там были дыни в Египте, дыни нет, там пустыня. Мы хотим мяса. И они начали роптать. То есть Египет начал вылазить из них. Что, собственно, очень понятно и по нашим гражданам, по нашим людям, по нашим верующим, маловерующим, неверующим, которых сейчас не разберешь. Сейчас вообще не разберешь, кто верующий, кто неверующий. Вчера было понятно, он перекрестился возле храма, он верующий. Сегодня уже непонятно. Сегодня непонятно. Сегодня там как бы, ну ладно, сохраню десерт на будущее. Значит, задача существует, как бы выйти внутренне из этого египетского пленения. Потому что все вышедшие из Египта, Господь знает, как своих спасать, но все на кости их белеют в пустыне до сего дня. То есть это вообще было настолько важное событие в еврейской истории, что они до сегодняшнего дня на могилы своих родных носят камни, а не цветы. Вы знаете, да, если были на еврейских кладбищах, там камушки лежат. Ну, во-первых, камень это некий богом данный, твердый некий такой символ незыблемости. Это он необработанный, кривой, на нем не было тесла. Как будто это кривизна, природная кривизна камня, она как бы бесформенностью своей говорит о невороженности бога, неворозимости. Вы знаете, что храм Божий нужно было строить, не обтесывая камней, чтобы они сохраняли свою кривую, природную, такую энергетическую форму, чтобы максимально сохранилось то, что Божие. А то куда они камни кладут, еще в память о пустыне. Это вообще грандиозная вещь для них. Но они помнят, и мы знаем, что все, кто вышел из Египта, в пустыне умерли. Кроме двух, там, Иисуса Новина и Халева, которые имели мужество, смелость, доверие и прочее, прочее, прочее. То есть это трагическая история. А вторая подобная трагическая история, это история Вавилонского плена, где они там грешили, 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 грешили. Ну, как бы, понимаете, грех, он же ведет, в конце концов, к смерти и крови и всему остальному, но неизбежно ведет. Вот, например, Николай Сербский говорит, такую мысль, грандиозную мысль. Говорит, в крови есть семя? Нет. А в семени есть кровь? Да. Значит, там, где проливается семя, бесконтрольно, ну, когда семя льется не в лоно твоей подруги и жены, а куда-нибудь там, в чужие лоно, ну, или куда-нибудь выливается семя, как это самое, как мусор. Если выливается бесконтрольно семя, то будет проливаться кровь. Вслед за развратом всегда идет кровопролитие, потому что в крови семени нет, а в семени есть кровь. Его нельзя, ну, извините, лить куда попало. А наша порнографическая эпоха, это эпоха непрестанных семяизвержений, фактических и виртуальных. Это вот, это вот, это вся вот эта вот машинерия, как бы, информационная, как бы, она заразила, уже убила миллионы душ. Она конкретно убивает миллионы душ. Как, например, аборты, вот это, все эти, значит, эти ангелочки новоявленные такие, и все эти такие, значит, толстовцы такие все. Они должны с утра до вечера, если ты против войны, то ты против любой войны, на всех континентах 24 часа в сутки. Если ты против крови, то ты против любой крови, всегда, везде и постоянно. Но если ты молчишь 8 лет про Донбасс, если ты молчишь про миллионы убиваемых каждый год в абортах, или детях, если ты вообще молчишь про это все, тебе надо просто дальше молчать, и все. То есть будь последовательным, молчи дальше. А не начинай здесь, как бы, петь эти песни. Я так это считаю. Поэтому грех, он всегда ведет к смерти. Всегда. И любая ложная идея, поселившись в человеке, она приводит его к смерти. Сегодня память Державной Божьей Матери, иконы ее, и там в канониках распишется о том, что было на нашей земле, что такое катастрофа начала 20 века на русской земле. Это люди просто массово уверовали в ложную идею, что рая небесного нет, рай земной возможен, и мы его построим, только нужно физически устранить всех, кто мешает. Вот и все, 4 предложения, вот тебе новая идея. Она залезла в голову очень многих. И когда одержимая этой идея, люди начали ее реализовывать, все обрушилось. Мы потеряли историческую Россию. Потом нашли ее, она выровнялась, как птица Феникс возникла из пепла. На момент крушения Союза, кто уничтожил Союз? Сколько уже крови пролилось по границам, по всем, там, в Карабахе, там, скажем, там, в Грузии, там и так далее. Сколько уже это крушение, геополитические крушения без крови не бывают. А кто разрушил Союз? Ложная идея. Советскому человеку показали жвачку, показали кроссовки, показали порно-журнал, показали пиво в банках, и поманили, как барана, как осла на морковку. Он побежал и добежал успешно до порно-журнала, а за спиной рухнула целая страна. Ложная идея. Там все хорошо, здесь все плохо. Так люди думали. До недавнего времени многие так и сейчас думают. Любые ложные идеи убивают людей. Именно ложные идеи убивают людей. Если человек не чувствует лжи в какой-то идее и живет ею, он уже обречен на заклание. А те, кто разбираются с идеями, должны предупреждать, кричать, в колокола бить, рассказывать, убеждать, плакать, в конце концов, как Еремия плакала. Говорит, походите по улицам Иерусалима, посмотрите. Ну, может быть, есть хоть кто-нибудь, понимающий, что сейчас будет? Говорит, а что будет? Да вот враги придут и все сметут кедрение фени, как бы, и мы в плен пойдем, если еще в живых останемся. Он говорит, да ну, заткнись, такого не говори больше. Он говорит, не будет здесь ничего. Трупы будут, кровь будет, а ничего больше не будет. Говорит, да ну, перестань. Что ты такое говоришь? А он-то понимал. И он пошел к князьям, князья не понимая. Пошел к простолюдинам, простолюдинам не понимая. Пошел к священникам, где те его избили. Пошел к пророкам, где его прогнали. Пошел к царю, царь не понимая. Никто не понимает. А он был единственным, кто понимал, что кровь неизбежна, крушение лжи неизбежно. Мы вошли в эту историю, когда нужно просто крушить эту мерзость, которая как бы овладела многими и там, и здесь, и просто уже угрожает самой жизни на земле. Это было понятно очень давно, и мне очень странно, что так мало людей, это в принципе, из тех, кто должен понимать это, что они что-то не понимают. Только вот Вавилон. Вавилон тоже там говорит, выходи оттуда, народ мой. Они не захотели. В Вавилоне из Вавилона вышло только два колена. Колено Вениамина и колено Иуды. Ну и вышли левиты, те, которые служили при храме. Остальные 10 колен рассеялись, с тех пор мы не знаем больше, где они. Евреи до Вавилонского плена были локализованы в границах своего палестинского государства. Северное, Южное царство, там после Соломона, ну там, я понимаю, думаю, что вы знаете. Они жили только на своей земле. А когда попали в Вавилон, не все вернулись в Вавилон, почти никто не вернулся в Вавилон. Они рассеялись, впервые в жизни они превратились во всемирный, космополитический, интернациональный народ. Теперь можно их встретить везде. И на Тибете, и в Америке, и на Британских островах, и в Северной Африке. Это после Вавилона. Они не захотели возвращаться. Почему? А нам там хорошо. А это 70 лет, это выросли два поколения. Старики, которые пришли в Вавилон, помнили еще Иерусалим, и Палестину, там у них родились дети, дети выросли, родили своих детей. Эти дети тоже выросли, а никуда мы пойдем. Мы не хотим никуда идти. Нам здесь хорошо. Как люди говорят, а что это вы там? К Содому можно привыкнуть? Можно. Вот человек живет в Содоме, у него в Содоме есть своя недвижимость. У него там куры бегают по двору, и растет там смородина у забора. И все у него там, там дети родились, там все. Ну он в Содоме живет, но у него, как бы, что вы? Ну хорошо ему в Содоме, пока он не польется сверху, ему будет хорошо в Содоме. Надо, чтобы ангел пришел, говорит, уходи отсюда, уходи быстро, бери жену, бери детей, уходи отсюда, здесь не будет ничего, здесь даже пепла не останется, уходи. А до этого человек живет в Содоме, ему там хорошо. Люди принюхались, ко всему принюхались. И к царству лжи принюхались, и к нацистам принюхались, и ко всему принюхались. И говорят, слушайте, отстаньте от нас, не трогайте нас, но проблема вышла за свои пределы и берега, и уже теперь не важно, что ты думаешь об этом. Потому что это уже не твоя проблема, ты ее вовремя не решил, ни ты не решил, ни брат твой не решил, ни сосед твой не решил, ни вы вместе ее не решили. Теперь она уже превратилась в нечто гораздо большее, она касается уже не тебя, а всех. Ее будут решать другие. Это так. А мне не нравится, ну что делать? Нравится, не нравится. В нашей жизни очень много происходит того, чего нам не нравится. Итак, требование категоричное, выйди оттуда народ мой, выходи, чтобы язвы этой блудницы, которая будет покарана, не упали на тебя, чтобы ты не участвовал в этом. Дальше, значит, мы берем с вами Откровение Иоанна Богослова. Там, в принципе, 17 главу можно почитать, где говорится, собственно, пойдем, говорит, я покажу тебе, один из семи ангелов, пойдем, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. И с нею блудодействовали цари земные, и вином блудодеяния ее упились живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами, десятью рогами. Жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, и нечистотой и блудодейству ее. Вообще пьяная женщина это кошмар, а богатая пьяная женщина это два кошмара. А если там все это в мечу, зверь багряный и кровь святых, она напилась кровью святых, то есть это какой-то кошмар в квадрате получается. Это очень интересная вещь. Во-первых, блудница появляется в книге бытия, первая блудница, упоминание блудницы, в книге бытия, и потом она проходит через всю Библию, и в откровении опять мы видим блудницу, какое-то неистребимое явление. Совершенно неистребимое явление. И это именно женский образ. Потому что у нас есть... Мы, кстати, живем в эпоху такого с цепи сорвавшегося феминизма, а вот мы когда говорим про женщину, мы воспитаны православием, у нас там мама, жена, доченька, невеста, белое платье, всякое такое колыбельные песни, у нас женщина окутана священными понятиями. Женщины бывают разные. Вот блудница, сидящая на звере. Это образ последних времен. И никого не боялся Илья Пророк, как только Язавель. Вообще он как с каменным лицом выходил против жрецов воаловых, а от Язавели бегал, прости меня, грешно, как заяц. И хотел умереть от страха перед ней. А у него же имя было Ильяху. Ильяху это Ильяхва. Ильяхва. Это значит Бог мой Господь. Бог мой Яхве. Ильяхва. А имя Иязавель означает, знак вопроса в конце должен стоять, значит, ну где твой Всевышний? У нее само имя такое вызывающее, наглое такое. Она ему говорит там, если ты Ильяхва, если ты Ильяху, если ты Господь Бог твой, значит, у тебя есть Господь твой Бог, то я перед тобой стою, то я где твой Господь? И он говорит, чтобы я не была Язавель, а ты не был Илья, тебе то и то сделаю, еще больше сделаю. И вот мы, Илья, это же фигура пророческая, которая возникает именно в намеке на последние времена. Он же должен прийти устроить все. И вот это Язавель, в смысле это новая Язавель, там, кстати, обращение к церквам азийским тоже полно, ссылками на эту женщину. Вот мы тут встречаем какой-то страшный женский образ. Страшный женский образ. Потому что женщина не только символизируется матерью и женой, женщина еще символизируется вавилонской блудницей. Ничего более яркого и страшного в Библии нет. Это, конечно, персонификация некой государственных разных отношений. Это такая вот, там, блудница на водах сидит. Называется Вавилонская, но Вавилон, как вы помните, на водах не сидит. Вавилон – это не морской город. Это не Эфес, и не Амстердам, и не Нью-Йорк, и не Одесса. Вавилон вообще стоит вдалеке от всех морей. Однако здесь мы там читаем, что Вавилон на водах, на водах многих и командует всей вселенной. И воды эти – это народы, племена, царства и языки. И я видел, что… А, на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Дальше ангел там говорит ему, не удивляйся. И предсказывает ему войну с этой блудницей, которая… И там еще 10 царей, которые растерзают ее саму. Язык прям чешется сказать, что это Евросоюз, но это похоже очень. На один час восставшийся, который… Внезапно таки, ну как бы… В Библии очень много такого, допустим, там, Псалом номер 2, например, он в самом начале Псалтири там. Что там метутся народы, и что там племена замышляют тщетное? Вскую смутишься языцы, и люди там, значит, собираются, совещают тщетное. Предстали цари земные, и князи собрались вкупе на Господа и на Христа его. То есть, еще когда, еще при Давиде, еще Псалом говорит, что соберутся князья и цари, вместе соберутся, договорятся, подпишут законы, хартии всякие, скрипят их документами, печатями и подписями, и все это будет против Господа и против помазанника его, против Христа его. Тут и геополитика, и духовные кошмары, и все, что хочешь, здесь все есть. Когда нам говорят, не занимайтесь политикой, пожалуйста, невозможно. Невозможно верующим не заниматься политикой, в том смысле, что эта политика в Библии прописана на каждой странице. Весь Исаия об этом говорит, весь Еремия об этом говорит, вся Псалтирия об этом говорит. Как ты можешь этим не заниматься, если про это написано? И вот я имею убежденность внутреннюю, что наше столкновение происходит не за второстепенные какие-то вещи, оно происходит именно это столкновение с царством Вавилонской блудницы. И тогда, мне кажется, все становится понятно. Человеку возникают нравственные координаты, и он тогда уже не переживает, что он не прав. Потому что да, любая подобного рода такая серьезная заваруха, она рождает очень много вопросов и смущений. И здесь нужна именно координата нравственная такая. Где зло, где добро, и за что я. И я уверен, что любая война вообще совершается не за нефть, не за котировку валюты на биржах мировых, не за алмазы или за водку, которую Байден больше покупать не будет. Любая война, первая война совершилась, первое убийство вообще совершилось между Каином и Авелем, между двумя родными братьями на огромной земле, где не было государственных границ. Они не дрались за женщину, как это могло бы быть, например, в Троянской войне за прекрасную Елену. Там не было женщины, которые не оспаривали. О нефти вообще разговора не было. Они ничего не оспаривали из того, что сегодня считается причиной мировых конфликтов. нет. В глубине всех конфликтов духовное противостояние. Я главный. Нет, я. Почему твоя жертва лучше? Чем ты лучше меня? Почему он любит тебя, а не меня? Ну, как у Пушкина в маленьких трагедиях. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Это каинская методология. Нет правды на небе. Поэтому я свою правду здесь наведу. Ты будешь жить, как я. Я не хочу жить, как ты. Нет, ты будешь жить, как я. Потому что я прав, ты не прав. Ты должен думать, как я, и жить, как я. Но я не буду так жить. Я тебя заставлю. Я буду сопротивляться. Ну все, вот тебе и пишу. И нет, еще ни одна женщина не соблазнила ни одного, ни другого. О нефти разговора нет. Понятия валюты не существует. Земля огромная, живи где хочешь. Спорить не о чем. Но существует духовное противостояние. И я уверен, что внутри любых конфликтов лежит именно эта парадигма. То есть это столкновение несовместимых способов жизни. При котором кто-то возомнил себе, что он должен учить всех. Что я научу всех, как жить. Как одеваться, что читать, что смотреть. А если ты не будешь меня слушаться, значит я тебе сначала пообрезаю все, к чему ты привык. Начиная от Нетфликса, заканчивая Макдональдсом. Заберу твое имущество, находясь за рубежом. Больше не приму тебя к себе в виде туриста. А в конце концов, я вообще буду драться с тобой, потому что ты обязан жить, как я. Это корень любого конфликта. Но поскольку в прямом противостоянии вопрос всегда 50-50, то блудница поступает хитрее. Она напаивает людей и соблазняет их яростным вином своего блудодеяния. Она втягивает их в свой образ жизни. При этом смотрите, как подробно и красиво описывается, когда она наказана уже потом. Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. После сего я видел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, пал, пал Вавилон. Великая блудница сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышала я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее». Я считаю, что это газетный заголовок. Если надо кому-то понять, что происходит сегодня, это обращение к русскому человеку или принадлежащему к русской цивилизации. К ней, как вы знаете, принадлежит, например, Рамзан, сын Ахмата Хаджи Кадыров. Он всеми кишками принадлежит, как я понял, всеми фибрами души к русской цивилизации, к которой не принадлежит пару сотен тысяч Ивановых, Петровых и Сидоровых. Вообще к ней не принадлежат. Просто вообще. А вот Ахмад Хаджи Кадыров, покойник там, его сын, они принадлежат к ней. Потому что вообще, можете представить, как все поменялось. Вот сегодня, вот в эти дни, уже в эти уже прошедшие дни, вот кровь русского бойца смешалась с кровью чеченского бойца. Возникло боевое русско-чеченское братство. Еще недавно совсем. Это вообще, это вообще не то, что вчера, это сегодня утром по историческим меркам. Слово чеченец, слово русский, это было воспринято как антагонизм, как белое-черное, как непримиримое нечто. Это потому, что в памяти много всего. Это же было недавно все. Первая чеченская, вторая чеченская. И вдруг сегодня возникло такое понятие, как боевое братство чеченского солдата и русского солдата. Спецназовец русский, спецназовец Иванов и спецназовец Зелимхан стали братьями по крови. У них кровное братство. Потому что они реально кровью побратались. И они одну галету в окопе вечером едят на двоих. И спина к спине стоят в окружении. И это совершенно новое что-то. Мы этого не могли представить себе никогда. При том, что куча Ивановых, Петровых, Сидоровых скозлились как бы вообще в край, возникло военное братство чеченского и русского спецназовца. Можете представить, насколько сдвинулись основания земли. То есть у нас под нами просто поменяли карту мира. И поэтому нужно перестраивать свою голову вперед, потому что все поменяется. Если такие вещи происходят, то поменяется все остальное. Они, кстати говоря, русские, ну русские, не русские, а вот мусульмане, например, у них же эсхатологическая парадигма мышления. Ислам это эсхатологическая религия. Они постоянно напоминают себе друг другу, там, верьте в судный день. То есть ждите судного дня. О, те, которые уверовали. Помните судный день. Да нам этого не хватает. Если бы мы приходили в церковь, батюшка говорит там, не забывайте про день смерти своей, не забывайте про страшный суд. Но у нас, как один мне знакомый, батюшка говорит там, я попробовал так делать в церкви. На меня написали жалобу. Архиерею, в жалобе было написано, он нас пугает. Рассказывает нам, что они пришли, говорит, мы извиняемся, вы бывающий батюшка хороший, как бы, ну, перестаньте нас пугать. Значит, расскажите уже на позитивное. Ну, про то, что надо вот любить друг друга, как бы, да вот как-то позитивнее, как бы, пожалуйста. А то страшный суд, страшный суд, у нас и так, долги, ипотеки, там дети не слушаются, как бы, муж ушел, вот у меня насморк, как бы, тут ковид, как бы, начался. А вы страшный суд ищут нам тут. Да, а вот они, вот те, которых мы считали чужими, например, ну, еще вчера, как бы, хотя они не были чужими, если бы не были вчера чужими, они бы сегодня туда не пошли воевать. А они думают про страшный суд, у них парадигма мышления эсхатологическая. Говорит, помни про страшный суд, помни про день суда, помни про воскресение мертвых. Даже не думай забыть про это, потому что все остальное ерунда, а это очень важно. И в этом смысле вообще наступили вообще какие-то, никогда бы это не сдвинулось с места, никогда бы это не поменялось, если бы вот Господь Бог не управлял бы миром так странно и парадоксально. Потому что Бог правит миром и парадоксально правит миром. Не так нам хочется и не так, как мы понимаем. Мы поймем потом все. Как у евреев из пословицы хорошо быть таким умным, как жена потом. Когда что произошло уже, потом уже все закончилось, надо было вот так делать, ну потом уже, через месяц, например. Хорошо бы быть таким умным сегодня, как жена будет умная потом. Но никто из нас не такой умный потом. Поэтому мы сейчас не понимаем, что происходит. Мы только хватаемся за библейское откровение и видим, что стирание городов с лица земли прописано в Библии. Господи, помилуй, там так написано. Если город святыни превращается в столицу греха, если там полюбили грех, и с утра до вечера там грех не пристает, если беззаконники правят ими, там много критериев перечисляется. Если старика унизили, а малолетки господствуют вами, если то-то и то-то, если вы притесняете там сироту, пришельца, вдову, если вы нарушаете закон, как будто договорились перед Богом нарушать все его заповеди, то будет такой день, когда ты посмотришь и не увидишь этого города. Его просто не будет. Свистнешь, махнешь рукой и пойдешь в другую сторону. Как будто его там не было. Это, оказывается, в Библии прописано. Мы просто этого не любим читать. Это вечные слова, они никуда не исчезают. Сейчас вот пост великий, сейчас нужно взять в руки Исайю, которую он наверняка не читал никто. И один читал там, там кусочками, два года назад, уже забыл, что прочел. Исайю, Языки Риля, Еремию нужно читать, если хотите, если времени не хватает, вместо утренних молитв или вечерних. Просто вместо, потому что люди не знают закона Божьего, о том, что Бог страшен, что Он велик, что Он передвигает все, что мы вообще перед Ним как запачканная одежда все, что мы как муравьи, бегающие под ногами великана, как бы вся земля перед Ним. Ну, Исайя пишет, что мы не понимаем, что думает Он и должны поклоняться Ему в страхе и трепете. Может быть, Он, как Сафония пишет, пророк, смиритесь сегодня, сегодня смиритесь, может быть, Бог помилует вас. Даже не обещает, что помилует. Кайся сегодня и смиряйся сегодня, может быть, Он помилует вас. И там у него три главы всего лишь у того же Сафонии, и они все про страшный суд. Значит, ну мы видели эту блудницу, мы чувствовали на себе манипулятивное действие ее чар. Действительно, она напоила и совратила, и расслабила, и поманила богатством, и дала богатство, чтобы потом забрать его множество людей. И вот нам Писание говорит, выйдите из нее. Мы бы сами не вышли, но все-таки придется. Придется выйти и больше не возвращаться. А за что? Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, внимание, сижу царицей, я не вдова, и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Смотрите, сидит некая дама и говорит, я не вдова, сижу высоко, я богатая, я царица, не придет ко мне беда. Она в сердце в своем этом говорит. И вот такая мысль, одна только эта мысль, является несомненной причиной будущей великой катастрофы. Вообще все беды к людям приходят из-за мыслей. Все беды мира приходят из-за мыслей. Потом мысли превращаются в слова, а вот у тех же, например, еврейских мудрецов есть такое понятие лошон-гора, то есть злой язык. И они считают, что засухи в мире от сплетен, наводнения в мире от лжи, выкидыши у женщин в мире от пересудов, то есть все грехи и, конечно же, войны происходят от лжи, клеветы, наветов и так далее. Ну, в конце концов, ну, короче, современным языком говоря, журналисты, разжигающие в своем народе пламя ненависти к другому народу, целиком и полностью виноваты в будущей беде и крови, которая прольется. Ну, как это я видел, например, вот в благословенной соседской стране, где я долго жил. Язык, мысли и язык, вот где причина всех бед. Блудница говорит, я не сижу вдовой, я царица, беда ко мне не придет. За одну только такую мысль. Господь решает наказать ее, не спровергнуть ее вверх тормашками и сжечь ее дотла, ибо он силен сделать это. Поэтому, если, например, вчера или позавчера кто-нибудь говорил, я не бедняк и я не дурак, я воробей, как Мазепа про себя говорил, я стрелянный воробей, я и Карла обведу, я и Петра обведу, я всех обману, я воробей непростой, я старый, прожженный дядька, как бы, половину кэша в швейцарский банк спрячу, половину кэша в американские облигации спрячу, половину золотишка в банку закопаю в огороде, хватит детям, хватит внукам, я не дурак, я умный, я всех обману, не придет ко мне беда. За одну только эту мысль Господь имеет право стереть в порошок человека внезапно. Если ты думаешь, что ты такой умный, что ты себя со всех сторон защитил, и Бога можно больше не бояться, то эта мысль, это корень смерти внутри тебя. И за это накажет тебя Господь. Если ты не покаешься, не вынешь из себя эту ложь, потому что это ложь, ложь убивает вообще, ложь убивает. Не надо прятаться от Господа Бога, не надо играться с Ним в жмурки, как мы тоже верующие, мы что же, с Господом Богом как в детском садике в прятки играемся. Вот мы вылезли, Господи, здравствуй, это я, а мне нету, я спрятался. Мы только как бы к строй приходим к Богу, глазки сделали перед Боженькой, Боженька добрый, Боженька все простит, и пошли дальше по делам своим, как будто Боженьки больше нету. Мы же половину, мы же три четверти своей жизни живем так, будто Бога нет. И только иногда вспоминаем, что Он есть, или делаем вид, что мы знаем, что Он есть, и изображаем из себя что-то. Ну так нельзя. Это царство лжи тоже должно быть разрушено. Либо ты с Богом, либо без. Но что ты балуешься? Потому что, это не я говорю, говорит Григорий Палама, об этом говорит, Тихон Задонский, об этом говорит, что подавляющее большинство верующих людей, больше, чем три четверти даже своей жизни, живут так, как будто Бога нету. Только иногда делают вид, что они знают, что Он есть. Это тоже царство лжи, это тоже надо заканчивать. И так она говорит, что я такая сякая, но он говорит, что испепелит ее и не останется от нее ничегошеньки. И восплачут о ней, и возрыдают все цари земные, блудодействовавшие, роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее, говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней. Это прям утренняя газета, я вам серьезно говорю. Потому что товаров их никто уже не покупает. А дальше прошу внимания, у Иоанна впервые такой длинный, синонимический, такой прискурантный перечень разных вещей. Такие вещи есть у Исаии, у Павла таких вещей очень много, а у Иоанна такого обычно нет. Никто не покупает товаров вавилонских больше. И дальше внимания. Товаров золотых и серебряных, камней драгоценных и жемчуга, и вессоны, и порфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, и меди, и железа, и мрамора, и корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Торгуют всем напропалую, и всем одинаково, что конями, что телами человеческими, что корицей, что фимиамом, что пшеницей, и душами также торгуют. Это вот, мы в этом мире вчера еще жили, некоторые в нем до сих пор живут, и некоторые вообще другого мира не хотят для себя. Вот только в этом мире жить хочу, в котором торгуют телами и душами, вместе с конями и колесницами. А это нет, Господь говорит, сотру и уничтожу. В один час придет суд ее. Это в принципе должно быть, как бы, я не знаю, но сейчас все в пост особенно. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весонный порфиру и багреницу, украшенный золотом и жемчугом, камнями драгоценными, в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, напоминаю, что Вавилон не виден с кораблей, он стоит там, там речка есть, а моря нет. А это Вавилон как раз духовный. И все корабельщики, все торгующие на море, стали вдали, и видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. Ну я прям, как будто я сейчас на Гудзоне смотрю, с Гудзона на Нью-Йорк смотрю. Я когда это читаю, у меня одна только картинка в голове. Я на той стороне Гудзона, а передо мной как бы вид на Манхэттен. Уже без башен-близнецов, там не знаю, там сейчас, наверное, появились, там уже дубликаты башен или не появились. Вот я с Гудзона, через Гудзон смотрю на нее, я больше ничего другого не вижу. Может быть, в 17 веке это был Амстердам, а Нью-Йорк назывался как раз сначала Новый Амстердам. Он не сразу стал Новым Йорком, а сначала был Новый Амстердам. Может, это была Венеция, блудница, сидящая на водах. Там еще в 13 веке было 25-27, там до 30% блудниц из населения Венеции. Еще при каком-то там папе, значит, такой город портовый, как бы город богатый. Храмов много, значит, но еще больше блудниц. И женщин с низкой социальной ответственностью, там было так много, что каждый третий человек Венеции был вот этой женщиной. То есть, может, в какое-то время это была Венеция, в какое-то это был Амстердам. Потом, ну, сейчас я когда читаю про это все, вот этот «Горе тебе, город великий, обогатившийся, напившийся кровью святых, виновный во всей крови, проливающийся в мире, виновный во всей крови, проливающийся в мире, торгующий душами и телами, безмерно обогатившийся, сделавший весь мир пьяным, в один час погибает, и посыпали пеплом головы свои, вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли. Веселись об этом небо и святые апостолы». Понимаете, какая красота? То есть, ну, кошмарная картина, как бы, ну, ужас, ужасович. Все гибнет, как бы, значит, даже коней, если там просто кони бы сгорали, коней бы было жалко. Как на Тарковского некоторые наши эти экологи говорят. Тарковского встрет нельзя, потому что у него, там, значит, это самое, бесчеловечно обращались с гусями, когда снимали в Андрее Рублеве «Осаду Владимира». Какого-то гуся кидали там, гусь там бедный там нервничал, когда его снимали там замедленными кадрами. Но сейчас такие, они экологи могут. Они говорят, нет, надо животных любить и жалеть, как бы у них есть права на то, на то, права на это. А кто этого не знал, значит, тот больше не гений. Так если бы только кони горели, как бы, и коней было бы жалко. А там горит все на свете, как бы. И вдруг заканчивается этот пассаж, он говорит, веселись об этом, небо и святые ангелы его. Веселитесь, пророки, ибо совершил Бог суд свой над нею. И там везде такое, там, где вроде бы, ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он говорит, да вообще не ой-ой-ой-ой-кайте, веселитесь об этом. Да радуйтесь и поете, потому что это все на дрожжах выросло блудодеяние, греха, разврата. Да те же абортированные младенцы, они же вопьют к небу об отмщении. Кровь людская, это же не водится. Если мы захляпали всю землю под ногами кровью миллионов ежегодно убиваемых детей, и нам внушили, что так и надо, что на какое счастье мы рассчитываем без покаяния, на какое. Вот об этом нужно кричать и вопить, но если у тебя вавилонские мозги, то извини меня, у тебя все в голове мешается, ты не понимаешь, где правда, где ложь. Это была 18 глава Откровения Иоанна Богослова. Я думаю, что его нужно читать сегодня прям как газету. Об этом святой Николай Сербский говорил, что Откровения читаются, и пророки вообще читаются как газета. Я, кстати говоря, если бы, например, спросили меня, что вы думаете о России будущего? У вас есть какой-то образ России будущего? У меня есть только один штрих к образу России будущего. Я не могу ничего сказать про экономику, про малый и средний бизнес, про какие-то еще вещи, я вот не знаю. Я здесь не могу давать советы. Но у меня есть такая мечта, чтобы Россия будущего, это была страна, где все читают Библию. Чтобы Библия лежала у каждого на прикроватной тумбочке, с закладочкой, и чтобы человек, продирая глазки утром, по будильнику или сам, как он там просыпается, читал одну страничку священного писания, а потом бежал на пробежку, или чистил зубы, или шел варить яйца, яичницу. А потом вечером, приходя домой, чтобы он находил или что-нибудь любимое свое, то, что ему хочется, то, что ему по сердцу. Или прям по закладочке, как бы следующую главу, следующую страничку. И чтобы так делали все. И чтобы в семинарию принимали только тех, кто прочел Библию от корки до корки. Потому что у нас поступают в семинарию люди, не читавшие Библию, ну кусочками так, апракос, кусочками, воскресными зачалами. Знакомые с писанием, как бы так, по воскресным зачалам. И они успевают закончить семинарию, и даже академию, не прочитавши Библию от корки до корки. Потом они снова со священниками и священствуют до смерти, не прочитав Библию от корки до корки. Так не должно быть. Пренебрежение к Божьему Слову это самопроклятие. В том-то будет мудрость твоя перед всеми народами, чтобы ты читал эту книгу и не отпускал ее от лица своего. А цари еврейские, вступая в должность, должны были от руки лично переписать всю Тору. Чтобы у тебя был личный список Торы написан твоей рукой. Примерно должен вам сказать, что Тора переписывает, ну пять книг Моисея, переписывается примерно за семь-восемь месяцев ежедневного монотонного труда. При том, что, например, если имя Божие нужно писать, то Сойфер, там этот книжник-переписчик, должен встать и сказать, я буду писать имя Божие, снять с себя одну одежду, омыться водой, одеть на себя другую одежду, написать имя Божие и больше ничего не писать в этот день. Так Библию переписывают. Если там будет в определенном куске текста, например, более двух помарок, ее нужно сжигать или хоронить, она уже негодна. Там надо каждую буквочку выводить, как бы, значит, так, как в последний раз. И каждый царь должен быть, царь, что такое, почему мы сейчас не способны к монархии? Например, хотел бы, чтобы была монархия, но она абсолютно невозможна при нынешнем развращенном, ленивом, самолюбивом, теплохладном, безбожном сознании большинства жителей нашей любимой страны. Потому что царь, это вообще, это такая тяжесть, такая нагрузка такая, хочешь царствовать? Для начала Тору перепиши. Я вас уверяю, что человек, который переписал Тору, лучше каждый день вагоны разгружать. Это легче гораздо. Гораздо легче. Надо читать эту книжку. Вот «Моя Россия будущего» у меня в голове, там есть же у кого-то в голове «Россия будущего». Я мечтаю, чтобы Россия была такая, чтобы она выступала на Олимпиаде со своим флагом и гимном, а не с этими стыдными буквами, которые клеят нам блудливый мок, слушающийся американского дядю. Но они все просто охамели, они просто сделали нас кем? Кем они нас сделали вообще? И мы это все жрем, жрем, глотаем, глотаем, и как бы уже привыкли к этому, мы говорим, ну так и надо, видимо, просто мы папуасы, а это белые люди, надо слушаться белого дядю. Да ничего подобного. Это безбожники, лжецы и дьяволовы дети. Это крашеные ногти на руках вавилонской блудницы. Весь этот политикум их, конгрессы, все там эти, все парламенты их, все вот это вот, Это оно и есть. Я в этом уверен на 100%. Но мы должны иметь перед собой священное писание и храм Божий, кроме своих прямых обязанностей. Для того, чтобы мы были... Вот моя Россия, это такая Россия, это Россия, где люди читают писание. Вы знаете, кстати говоря, что вот люди в мессенджерах или там по... Я сейчас заканчиваю уже, я вижу, пять минут осталось. В телефонах обмениваются разными цитатами, поздравлениями, пожеланиями, такими стандартными. Вот в прошлом году по подсчетам каких-то там разных агенций самое цитируемое поздравление, приветствие или цитата во всем мире, на разных языках, безусловно. Там насчитывается несколько миллиардов случаев цитирования, люди пересылают друг другу. На день рождения, на Новый год, была цитата из Матфея «Ищите прежде всего Царство Небесного и все остальное приложатся вам». Это самые цитируемые слова, рассылаемые людьми при помощи различных мессенджеров на разных языках во Вселенной. Представляете себя? Я уверен, что русских там не так уж много, кто эти слова кому-то посылал, потому что мы не привыкли читать Писание, мы не знаем его, мы не упражняемся в запоминании, в изучении его, нас не учит никто этому. Нас почему-то считают, что мы не должны этим заниматься. Что-то Акафис мы должны читать, а Библию нет. Что-то, допустим, каноны перед причастием мы должны прочитать, а Библию нет. Нас не учит никто, нас до сих пор даже учат не читать ее, как у Лескова там написано. Да что там, Библию кто прочел, тот с ума сойдет, у нее же такое есть, в народе говорят, эта книга страшная, там все правда, но кто ее до конца прочтет, тот чокнется, как бы такое. Кто же ее, деточка, читает? Я помню, в лавке церковной, можно да в наши дни такое услышать. Бабушка, у вас есть в лавке церковной Библии? Сынку, а кто же ее читает, эту Библию? Кому же она? А то книга большая и страшная, до конца прочтешь и умом повредишься. Ну это можно сейчас услышать. У меня одна знакомая это слышала, в Киеве, правда, а не в Москве. Так что вот моя Россия, как я себе ее вижу, это Россия со Словом Божьим, потому что народу погибель без Слова Божьего, а все беды наши приходят к нам через помыслы и язык. А уже потом, 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 на это все, на осквернившуюся душу накручивается все остальное. И дефолты, и безработицы, и плохие соседи, и разлюбившая тебя жена, и вредная теща, и болезни, и ковид, это все потом наматывается на дезориентированную, осквернившуюся, безбожную, слабую, маленькую душу, которая просто теряется в этом хаосе, как бы, и потом тащи ее куда хочешь. На дурака не нужен нож, ему с трекороба наврешь, и делай с ним что хочешь. Это еще нам в детстве пели в фильме про Буратино. Так что, друзья мои, это все, что я успеваю сказать. Я выбрал свое время, ровно час. Подводя итог, я хочу сказать, что русские, это новозаветные израильтяне. То есть, все, что казалось евреям в Ветхом Завете, в полной мере касается русских в Новом Завете. Тех ненавидели, этих ненавидят. Ну, в смысле, нас. Тем придумывали всякие мифические преступления, как бы, и страшные грехи. И нам придумывают мифические преступления и страшные грехи. Корень всего этого явления один. Мистическая ненависть от непонимания. Просто мы другие. А другого заклевывают, или выгоняют, или там третируют, или что-то. Или будь как мы, или мы тебя убьем. Другого не любят. Кстати, Бог, он другой. Одно из имен Божиих, это другой. Потому что Бог не похож ни на что, что мы знаем. Ни на что. Все аналогии слабые и поверхностные. Потому что Бог, он по-настоящему иной. И русские, они когда-то другие. Вот другие они. В этом причина мистической ненависти от непонимания. Либо я тебе сделаю, что будешь таким, как я, либо я тебя уничтожу. Иначе я не могу с тобой жить на одной земле. Поэтому к русским относится все, что написано здесь, про евреев. Только еврея на русского поменяйте в Ветхом Завете и получите полную картину нашей личной истории. Потому что наш Минин с Пожарским это, в принципе, книга судей. Это харизматичные лидеры вышедшие ниоткуда. Это типа Дебора или Гедеон. Народ погибает, священство перепугалось, князей поубивали, всех в плен уводят. Вдруг возникает ниоткуда какой-то харизматический лидер, как торговец мясом, Кузьма Минин, и заворачивает историю в другую сторону, как бы освобождает целую землю. А потом уходит в тень, про него все забывают. Как Дебора, Гедеон, Варак, Самсон и Ифай. Это книга судей наша. Все повторяется. И книга царств, и Вавилонский плен тот же, тоже 70 лет. И потеря самостоятельности государственной, и ментальная потеря. Все касается нас. Поэтому русские это новозаветные евреи. Его будут ненавидеть, именно потому, что у него есть то, чего нет у них. Как вот еврея не любили в древние времена. Почему? Потому что у него обряды другие, жизнь другая. Он нас гнушается, он нашу жизнь не разделяет с нами, он как-то по-другому живет и нас к себе не пускает. И к нам не идет. И какой-то бог у него еще есть, непонятно какой, но какой-то есть, не похожий на наших богов. У нас много богов, а у него один, и на нас не похожий. Короче, непонятно. Этот человек, наверное, во всем виноват. Наверное, он во всем виноват. Вот сегодня эту одежку примерили на себя русские люди. Русская цивилизация точь-в-точь помещается в этот образ ветхозаветного хранителя истины. Стоит только разница, что уже новозаветное время, а мы получаем вот эту парадигму, вот эта матрица, что ли, она целиком на нас отрабатывается. И все, что он говорил нам, вернее им, он теперь говорит нам, то же самое. Надо прочесть это все. И казни египетские, и историю Иосифа, и историю Якова Праведного. Это все нужно прочитать хорошо. И книгу Иова нужно прочесть, и пророков нужно прочитать, потому что когда-то Аверинцев говорил, одним из великих грехов нашей цивилизации является то, что русский народ до сих пор не прочел Аристотеля. Ну, хорошая фраза. Ну, в том смысле, что мы были лишены классического европейского образования, скажем, в 13-14 веке, когда в Европе массово возникали университеты. Да, они прочли Аристотеля, действительно, они по-другому стали развиваться. А мы не... Ну, ладно, Аристотеля мы прочтем, если захотим. Вот мы не прочли до сих пор Еремею. Вот это серьезный пропуск. Мы не прочли Исаию и Иезекииля. Мы не прочли Иова. Это просто дырка, которую не зашьешь. И когда мы будем это все читать, нужно понимать, как бы, он говорит нам, выйди, народ мой, из плена этого. Если ты Египет, выходи из Египта и не возвращайся. До тебя, впрочем, и не примут. Если ты в Вавилоне, народ мой, выйди из Вавилона и не возвращайся. До тебя, впрочем, тоже туда обратно тоже не примут. Выйдешь из Вавилона, строй храм, обосновывайся на своей земле опять по-своему и начинай обустройство. Там же сначала стены нужно было восстановить, там интересно, потом храм. Стены, то есть границы, а потом храм. Займись собой и уйди из плена. Это все нам сказано. Ну, а для того, чтобы уж совсем Новый Завет не забыть в этом изобилии смыслов Старого Завета, 18-17 глава Откровения, я считаю, сегодня читается просто как комментарий ко всему видео, которое мы видим по телевизору, ко всем новостям. Вавилонская блудница, пьяная мерзавка, самый отвратительный женский образ Библии, наглая и несытая, пьяная кровью, напоившая всю вселенную, охамевшая от богатства их, уверена в себе, что она неуязвима ни для кого. Сижу высоко, я царица, беда ко мне не придет. И за это уже приближается полное разрывание ее на части, так что и пепла отнюю не останется, ветер раздует. Но пока что единственная страна, единственная цивилизация, понимающая это, это русская цивилизация. Понимать-то, может быть, многие понимают, наверняка китайцы по-своему понимают. Иранцы, иначе как большим шайтаном Америку никогда не называли в последние столетия. Они давно понимают, что у них эсхатологическое сопротивление великому шайтану. Вот так они понимают свою политику. Мы, страна верующих в Бога людей, с нами воюет, шайтан и бозорьк. Великий шайтан хочет нас уничтожить. Они только так, они богословски объясняют себе свою историю. Это то, что нам нужно научиться. Богословски объяснять себе свою историю. Поэтому, когда вы будете читать эти святые слова, начинайте с чего хотите. Хоть с бытия, хоть с Исаии, хоть с Откровения. Но, пожалуйста, читайте их каждый день. И если ваша душа почувствует вкус Божественного Слова, наша функция отомрет. То есть мы не нужны будем уже напоминать и подстегивать, и вдохновлять. Вы сами почувствуете, что сладко Слово Господне. И потом спросите, а как же я жил, до сих пор не читая этого и не зная всего этого. О, поздняя любовь моя, как блаженный Августин говорил, как поздно я тебя узнал, как поздно я прочел все слова твои, как поздно я почувствовал твою близость ко мне. Так что вот, это наша задача. В Великом постом, как минимум, цивилизация верующих людей, сопротивляющаяся всемирной блуднице. Это Россия сегодня. Вот он, политическая программа. У нас, наконец, сформулировалась национальная идея, как мне кажется. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, Костя Андреев, за действительно такую духовоподимую беседу. У него такой вопрос, как в дни такого, действительно, для многих отчаяния, для многих, говорит, Господнего гнева, чтобы исполнить это самое главное. Вера, надежда, любовь. Любовь важнее. Как нам, сейчас, от нас, сейчас, при том, что мы чувствуем, и действительно, иногда многие чувствуют гнев, кто знает, что там происходит, как нам проявили любовь? В чем любовь наша сейчас? В чем нам того, чтобы рассказать? Я вообще не люблю разговоров о любви, потому что любовь – это крыша. А фундамент, только если сравнивать это со строительством дома, то, как бы, нельзя строить дом с крыши. Надо строить его. Это у Авы Дорофея так, кстати, описывается. Очень хорошо, прям так наглядная картинка. Положите фундамент сначала. Это фундамента иного никто не может положить, кроме веры, кроме этого уже положенного. Это Христос и Иисус, то есть вера Христова. Потом поднимайте стены, поднимайте их правильно, чтобы они не падали. Кирпичами этих стен являются повседневные добродетели. Чтобы кирпич к кирпичу держался, нужно промазывать их раствором. Раствор, держащий кирпичи друг к другу, это смирение. Без смирения стены падают. И вот когда вы подняли на основании веры, построили стены, возвели, и наступило время крышу крыть, вот тогда можно говорить уже о любви. Уже когда ты не говоришь о честности, о верности, о мужестве, о воздержании, о терпении, о неедении, о частых молитвах, о посещении храма, о преодолении лени своей, о том, что хочешь не хочешь, нужно идти на всеночную, хочешь не хочешь, нужно изучать псалмы, хочешь не хочешь, нужно простить там врага или соседа, хочешь не хочешь, нужно давать милосты. Пока ты об этом всем не говоришь, а говоришь просто о какой-то любви, то ты занимаешься ложью духовной. Это крыша, висящая в воздухе. Я предпочитаю говорить о фундаменте веры и о стенах, построенных из добродетелей. А уже потом крыша, она как бы сама собой там уже попросится, и там уже Бог поможет ее поставить. Мы слишком рано начинаем говорить о любви. Это тоже наш грех духовный. Мы забегаем вперед, как бы начинаем говорить, ах, любовь, ах, любовь, что любовь, какая любовь. А давайте поговорим про пост, например, про воздержание, про воздержание, скажем, языка. Попробуйте не есть, например, всю среду до вечера и только пить воду. Или воды не пить, например, и читать в это время Евангелие. Попробуйте вспомнить все свои грехи с детского времени до сегодняшнего дня и записать их. Попробуйте раздать милостыню тем, кто реально в ней нуждается. А попробуйте-ка вы, например, там что-то там... Ну, короче, вот эти... У нас нет никакой аскетики такой настоящей, серьезной, никакой самодисциплины. И мы как бы развратились с законом Божиим. Вот эта красота великого слова любовь, слишком рано усвоенная нами. Ну, слишком рано как бы взятое на вооружение. Давайте всех любить, подождите. Вот вы, например, знаете, что Иисус, например, говорит... Не говорит, что я всех люблю. Он, например, допустим, говорит в Откровении, там... Вот у тебя вот это плохо, это плохо. Ангелу Ефесской Церкви говорит. Вот ты забыл первую любовь свою. Но вот одно в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Вы такого Иисуса знаете, который такие слова говорит? Мы просто Иисуса не знаем, потому что мы так любовь и любовь... А давайте про ненависть поговорим. А можно ненавидеть? Можно. А Иисус? А Иисус говорит, а я ненавижу. Вот это, это ненавижу. И в тебе то хорошо, что ты тоже это ненавидишь. А я такого не знал. Так ты, может быть, вообще Иисуса не знаешь? А вдруг мы вообще не знаем Иисуса Христа? Какой он? Это же вообще такой грандиозный вопрос. Ну, вроде, вот, потом на страшном суде говорит, Господи, мы же во имя Твое пророчествовали. Ели, пили, там, на улицах наших ты учил. А он говорит, отойдите мне, я не знаю вас. Представляете, что может быть вообще? Может быть, мы вообще не знаем Иисуса, потому что Иисус умеет ненавидеть. А мы все любовь, любовь, как будто любовь все остальное закрывает собой. Да нет, у любви есть свое место. И она вырастает не из воздуха, она вырастает, ну, например, из верности, из преданности, из честности, из умения поделиться, из терпения боли житейской. Но там любовь – это такое очень сложное растение такое. Спасибо вам большое, спасибо большое. Вы, в принципе, об этом сказали. И вот то, что мы должны, выходя из этого Ханаана, туда не возвращаться, потому что дом из нас вышел. Это и есть любовь. И Господь сказал, что любовь – это жертва. Ну да. Нам надо пожертвовать собою, своим эго, чтобы действительно служить. Да, я согласен с вами. Ну вот в Великий пост, как бы, например, там люди сказали, хочешь, чтобы поменьше крови было, ну, чтобы не гибли мирные, хочешь, хочешь. Ну так, слушай, ну, не знаю, ну, плоди по 30 поклонов земных перед сном. Ну, возьми на себя что-нибудь. Вот встань перед иконой, зажги свечку, скажи Иисусе сладчайший. Ну, сделай так, чтобы мирные не гибли. И земной поклон, и еще раз, и так 30 раз. И завтра тоже, и послезавтра тоже, до тех пор, пока ничего не закончится. Ну, возьми на себя что-нибудь, ну, что-нибудь. Действительно нужно жертвовать собою. А так оно кем-то, где-то, как-то решится, но без меня. Я даже высказываться боюсь об этом. Ну, как бы люди говорят, я даже не буду об этом ничего говорить, так все очень сложно. Подождите, у тебя должно быть свое мнение об этом. Ты что, мальчик маленький, ты что, в первом классе, что ли? Оно не решится без тебя. Ты должен пожертвовать молитву, деньги, боль своего сердца в то, что ты считаешь истинным. Должен пожертвовать собой правильно. А то Путин решит, военные повоюют, там, дипломаты потом все сделают, как бы. А мне бы быстрее бы на Мальдивы, слушайте. Мне бы в Париж по делу срочно. Мне бы по бутикам бы пройтись, как бы. Я уже истомился, как бы, без Милана и распродажи. Понимаете? Мне бы за шмотками. Мне бы в Лореальбе, там, губки на масте еще лишний раз. Что-то там примерить на себе кружевное такое. Если я вот так вот думаю, как бы, ну, я думаю, что это гадкое семя, как бы, оно, конечно, многочисленное во Вселенной. Но это гадкое семя. Это люди без национальности, без веры и совести. У них, как вот на Майдане стояли там эти красавицы, которые, им же тогда еще говорили, вы уничтожаете страну. Все, что вы сейчас делаете, к вам вернется огромной кровью. Вместе с вами еще многим невинным людям. Но они говорили, мы девочки, мы хотим в Европу и кружевные трусики хотим. Это же мемом стало. Им вот нужно было кружевные трусики, а то, что потом все рухнет вообще в тар-тарары, и не знаешь, как это поднимать потом оттуда. Им это вот, как бы, они не думают об этом. Поэтому надо же пожертвовать чем-то ради победы, ради мира, ради уменьшения кровопролития, ради сохранения братских связей российского и украинского народа, ради того, чтобы залезать эти раны. Ты лично что сделал для этого? Пусть себя спросит каждый человек. Нельзя, чтобы без меня судьбу моей страны решали. Если я молчу об этом, если я не переживаю об этом и только страдаю от санкций, тогда это не моя страна. Это не моя страна, я не ее гражданин. Это не моя духовная родина, это не моя цивилизация. Это вообще не мое. Я тогда просто здесь зарабатываю деньги, чтобы тратить их в Милане на шмотки. Тогда кто я такой? Я тогда кто? И те, которые молчат сегодня и не имеют своей позиции, или имеют, но боятся ее высказать, невзирая на высокий статус, на всякие вещи, это тоже не прощается. Народ потом не простит. Народ-то сейчас весь взбудораженный. Сейчас, да в ТикТоке, там в том же сумасшедшем ТикТоке, который, кажется, только и придуман, чтобы забить мозги молодежи. Там вы знаете, что произошло в ТикТоке? Там молодежь вся сидит наша, ну, с 13-ти, там, скажем, до 18-ти. Туда влиты были огромные средства, чтобы средствами ТикТока как бы переформатировать сознание нашей русской молодежи. Что наши солдаты там палачи, наш там Путин такой, наше такое, наше... А наша молодежь без всяких вливаний денег устроила такую священную войну против этого всего. Она оказалась патриотами. Они стали делать всякие такие гифки, мемы, там, всякие там эти плакатики, там, всякие ролики снимают такие за Русь святую, за то, что наши солдатики молодцы, они нас защищают, они с фашистами борются. Наши малолетки, которых никто ничему не учил, которых воспитывал только интернет, они вдруг стали, они вдруг показали чудеса патриотизма. Хотя никакое министерство молодежи никогда этим не занималось. И все деньги, потраченные Западом в тиктокную победу, были потрачены в пустую. Потому что наша молодежь лучше, чем мы думаем. Лучше. И есть еще много ресурсов, скрытых в нашем народе. Сейчас весь народ взбудоражился. А кто-то сидит как бы там и думает, да ладно, без меня решат как бы. А потом, когда все закончится, я опять выйду, скажу, перышко поправлю, скажу, о, святая Русь, мы победили, в 45-м победили, в 2022-м победили, молодцы мы все-таки. Ему медаль еще дадут за то, что он правильно сказал вовремя. Так нельзя, так нельзя, нельзя так. Это паскудство. Это просто паскудство. Это просто паскудство. Это просто паскудство. Продолжение следует...